Интерес к этой паре всегда был. Она молода, он стар. Она супермодель, он миллиардер и шоумен. Этого более чем достаточно, чтобы привлекать внимание. Но Дональд Трамп стал президентом США, а Мелания первой леди, поэтому теперь за ними следят еще более пристально. И не только в Штатах, но и во всем мире. После свадьбы в отношениях Мелании с мужем-миллиардером были взлеты и падения, как, собственно, у всех пар. Но с мужем-президентом они не задались с самого начала. Резкая смена улыбки на гримасу во время инаугурационной речи Трампа, постоянная дистанция между супругами, неуклюжие па во время танца на балу после инаугурации, неискренность улыбок, дисбаланс движений. Это и многие другие признаки говорят о нескладывающихся сердечных отношениях в этом браке по расчету. Рассмотрим для сравнения несколько фотографий счастливых и не очень счастливых семейных пар. Например, молодые Путины. В этот период их отношения были еще теплыми. Барак и Мишель Обама являются своего рода эталоном семейных отношений в среде политиков. Это одна из самых счастливых и ярких семейных пар. Они не только с удовольствием обнимаются, прикасаются друг к другу, смотрят друг на друга, шутят друг с другом. Их жесты, положение тел и даже мимика часто синхронны, и это невозможно подделать. На этом фоне 2008 года тогда еще президент Франции Николай Саркази и его супруга Карла Бруни демонстрируют идентичное положение, эмоции, близкую дистанцию, направленные друг к другу в векторы положения тел. Это признаки взаимной симпатии и доверия, что не так часто встречается среди политиков. Тело сложно обмануть, и если мы видим, что жесты супругов совпадают, это один из самых верных признаков счастливых семейных отношений. Разлад в семье часто становится заметен в первую очередь на уровне невербалики. Самые явные признаки семейного разлада – дистанция между телами супругов, отсутствие тактильного контакта, разнонаправленные векторы тел. Фотография сделана в период, когда чьи-то Путиных уже жила отдельно, и очевидно, они уже мало что значили друг для друга. Пока о разрыве Мелании и Дональда Трампа говорить рано, но если такая дистанция между супругами во вполне официальной обстановке продлится еще полгода-год, то мы можем стать свидетелями развода в Белом доме. И хотя после многочисленных публикаций по всему миру о том, что не все ладно в отношениях первой пары США, они таки взялись за руки и даже прижимались друг к другу во время проходки перед прессой, пусть вас это не смущает. Как уже упоминалось, у обоих супругов большой опыт в игре на публику. Как видно, главный маркер для всех счастливых и несчастных пар – это дистанция между телами жены и мужа. В парах, где все хорошо, супруги стоят близко друг к другу, они часто соприкасаются плечами и бедрами, их тела развернуты друг к другу. Если в отношениях есть проблемы, то все с точностью да наоборот. Дистанция выбирается побольше, люди стараются отойти друг от друга, соприкосновения тел вообще нет. Супруги стараются отвернуться друг от друга, даже если им приходится держаться за руки. В истории с Меланией последние признаки налицо. Только если ранее пренебрежение к жене было визитной карточкой Дональда, то теперь характер в кавычках показывает уже Мелания. Ее подчеркнутая грусть, отстраненность, равнодушие к происходящим вокруг нее протокольным любезностям во время инаугурации и первого заграничного турне Трампа в качестве президента США является не признаком плохого настроения, а признаком демонстратируемого плохого настроения. Возможно, это ее личная маленькая месть Дональду. В одном можно быть уверенным – женщина, посвятившая не одно десятилетие профессиональной карьере модели, умеет работать с лицом и принимать такое выражение, которое требуется здесь и сейчас для этого регламента. Если она этого не делает, значит ей это для чего-то нужно, значит она демонстрирует специально свое недовольство и грусть. На момент знакомства Мелании Кнаус и Дональда Трампа ей было 29 лет, ему 53, она молодая женщина, он зрелый мужчина, сейчас ей 47, ему 71, она в самом расцвете сил, а он старик, самый старый президент в истории США. Что происходит с людьми в этом возрасте? У нее еще бурлит кровь, а у него увядают все функции организма, в том числе половая и эмоциональная. Трамп не являлся поборником здорового образа жизни и умеренности, поэтому вряд ли сохранил достаточную долю энергии, которую мог бы уделить сейчас супруге. Не стоит забывать и о ролевых диспропорциях. 20 лет назад Мелане нужна была Трампу не только как жена, но и как маркетинговый ход. Красивая и молодая женщина отлично смотрелась рядом со скандальным бизнесменом. А сейчас престарелому президенту больше нужна верная и энергичная помощница, а не неудовлетворенная семейными вопросами жена. И эту роль на себя активно переняла дочь Трампа Иванка. А здесь уже более серьезный конфликт. Это не только борьба за раздел имущества, но и схватка за сферы влияния, которые семье Трампа может обеспечить его президентство. А роль свадебного генерала Меланию, очевидно, не устраивает. Но противопоставить она ничего не может. Возможно, она старается испортить протокольные фото, чтобы хоть как-то разрушить игру нелюбимого супруга и его семьи. Более чем серьезные сигналы Мелании могут нанести Трампу серьезный политический и репутационный урон. Ведь, видно по всему, не все под контролем у президента Соединенных Штатов Америки, даже своей собственной семье.